Как мы уже сообщали, по приглашению президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в нашу страну с государственным визитом посетил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Альтани. О мероприятиях, вошедших в повестку этапного события для развития двухсторонних отношений, в видеообзоре нашей программы. Узбекистан и Катар – страны, находящиеся на первых позициях в своих регионах – Центральная Азия и Ближний Восток. Государство с локацией Аравийский полуостров при сравнительной небольшой территории в 11,6 тысяч квадратных километров и населением в 3 миллиона человек демонстрирует стремительное развитие. По итогам 2022 года ВВП Катара достиг 258 миллиардов долларов, а объём внешнеторгового оборота – 166,2 миллиарда долларов. Мощный рост по всем направлениям демонстрирует Узбекистан. Наши страны обозначили для себя цель развития многоплановых двухсторонних отношений. В последние годы мы видим нарастающую динамику сотрудничества. Проведены визиты на высоком уровне и политические консультации. Растут показатели товарооборота. Но партнёрство уверенной лидеры стран важно вывести на принципиально новый этап. Именно на это был нацелен состоявшийся государственный визит эмира Катара Шейха Тамим бин Хамада Аль-Тани. Первый за более чем 25-летний период дипломатических отношений между нашими странами. На принятие важных решений и запуск действенных механизмов по активизации политических контактов. На расширение партнёрства в торговой, инвестиционной, инновационной и финансово-технической сферах, транспортно-коммуникационном секторе. Катарская сторона заинтересована в реализации инвестиционных проектов в сферах энергетики и газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма. И, конечно же, в расширение культурно-гуманитарных обменов. Это этапное событие стало эффективной платформой и для сверки часов по актуальным вопросам международной политики и региональной повестки. И глубоко символично, что Самарканд стал местом проведения основных мероприятий государственного визита. К уникальному историческому духовному наследию Узбекистана страна, обладающая большим авторитетом и влиянием, в арабо-мусульманском мире относится с особым почтением. Итак, подробнее о двух днях знакового события. Накануне по приглашению президента Республики Узбекистан Шавкята Мерзиёева, эмир государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в нашу страну с государственным визитом. Высокого гостя встречал лично руководитель нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Второй день визита эмира государства Катар Шейха Тамим бин Хамада Аль Тани. Здесь, в древнем Самарканде, прошли основные мероприятия, и начались они с церемонии официальной встречи главы Катара. На площади перед зданием Конгресс-центра был выстроен почетный караул. Президент Узбекистана тепло встретил высокого гостя и пригласил его на подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Катар Шейха Тамим бин Хамад Аль Тани. Президент Узбекистана и эмир Катара обошлись в строй почетного караула. И поприветствовали членов официальных делегаций. Катар Шейха Тамим бин Хамад Аль Тан. Субтитры создавал DimaTorzok А затем состоялись переговоры между президентом Республики Узбекистан Шавкятом Мерзиёевым и эмиром государства Катар шейхом Тамимом Бин Хамадом Аль-Тани. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения политического диалога и культурно-гуманитарных обменов, наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В начале встречи эмир Катара выразил искреннюю признательность главе нашего государства за приглашение, а также теплый и радушный прием, оказываемый катарской делегацией. Почеркнуто, что первый в истории дипломатических отношений визит на высшем уровне откроет новый этап в двухстороннем сотрудничестве и позволит вывести его на уровень всеобъемлющего партнерства. Мы рассматриваем Катар как нашего перспективного партнера не только в ближневосточном регионе, но и во всем арабо-мусульманском мире. «Благодаря нашим с вами контактам в последние годы и произошел настоящий прорыв в двухсторонних отношениях», отметил глава нашего государства. Почеркнуто, что открытие в этом году посольства Катара в городе Ташкенте сыграло важную роль в активном продвижении двухстороннего взаимодействия. Катарской стороной выражена уверенность, что мощный импульс этому процессу придаст открытие посольства Узбекистана в Дохе. Подтверждена готовность к кратному увеличению показателей двухсторонней торговли, практической реализации совместных инвестиционных проектов и торговых контрактов. Достигнута договоренность об участии ведущих катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях общей стоимостью свыше 12 миллиардов долларов. Для поддержки перспективных проектов предложено провести узбекско-катарский инвестиционный форум в сентябре этого года, а также рассмотреть вопрос о создании механизмов финансирования совместных проектов. Главы государств подчеркнули важность формирования кратчайших, надежных и безопасных транзитно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию со странами залива. Выражена готовность к всемерной поддержке усилий, направленных на активизацию культурных, образовательных и туристических обменов, в том числе путем проведения совместных недель культуры, концертов, экспозиций, ремесленнических и кулинарных выставок. Отмечено, что планируемый запуск регулярных авиарейсов между столицами двух стран будет способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного туристического потока. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. Стороны выступили за выстраивание прагматичной политики в отношении Афганистана. Подчеркнута важность поддержки экономики страны и оказания гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте рассмотрены перспективы совместного продвижения реализации стратегического проекта по созданию трансафганского железнодорожного коридора. В завершении шейх Тамим Бин Хамат Аль Тани пригласил главу нашего государства совершить визит в Катар. Переговоры прошли в конструктивной, открытой и доверительной атмосфере. По завершении переговоров на высшем уровне в присутствии президента Республики Узбекистан Шавкята Мерзиёева и эмира государства Катар шейха Тамима Бин Хамада Аль Тани состоялась церемония подписания 15 двухсторонних документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного и других сфер сотрудничества. В частности, приняты соглашения между правительствами о взаимном поощрении и защите инвестиций. Соглашения между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущества. Соглашения между правительствами о взаимной помощи в таможенных делах. Соглашения между правительствами о сотрудничестве в сфере трудовых отношений. Соглашения между правительствами об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов. Также скреплены подписями меморандумы, направленные на расширение сотрудничества в сферах высшего образования и научных исследований, культуры, торговли, в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, защиты и карантина растений, спорта и поддержки молодежи, а сотрудничестве между городами Ташкентом и Дохой. Кроме того, подписаны программы сотрудничества по линии Министерства иностранных дел и юстиции на 2023-2025 годы и договоренность о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. И первый день государственного визита и мира Катара в нашу страну запомнился высокому гостю значимыми событиями. Лидеры стран ознакомились с величественными архитектурными памятниками древнего и прекрасного города Самарканда. Надолго запомнится высокому гостю посещение обсерватории и музея Мирзоулукбека. Великий ученый-астроном и правитель, он внес огромный вклад в развитие науки и культуры. Построил уникальную для средневековья обсерваторию, в которой с высокой точностью изучал небесные тела. Его новые астрономические таблицы Курагони долгие годы служили главным пособием по астрономической науке. В эти минуты прозвучало, что в эпоху тимуридов произошел расцвет науки, культуры и архитектуры. Данный период вошел в историю нашей страны как второй ренессанс. Было подчеркнуто, что сегодня в Узбекистане организовано множество центров по изучению исламской цивилизации и наследия предков. Побывали лидеры страны и в музей Афросиаб. Уникальные экспонаты и настенные рисунки которого раскрывают трехтысячелетнюю историю Великого Самарканда. На одной из росписей изображена церемония приема послов правителям Афросиаба. Что свидетельствует о большом внимании наших предков в дипломатии и уходящих вглубь прошлого связях с народами Востока. Экспонаты, выставленные в музее, вызвали неподдельный интерес у высокого гостя. Всемирно известный ансамбль «Регистан» является еще одной визитной карточкой страны, отражающей созидательный потенциал наших предков. Величественные медресе Мирзо, Лукбека, Шердор и Телекоры своими масштабами и неповторимой архитектурой способны впечатлить каждого. В ходе посещения высокому гостю было рассказано об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Эмир Катара с искренним восторгом ознакомился с медресе. Посетили в этот день главы государственной комплекс «Вечный город» в Международном туристическом центре Самарканда. Ну а в завершении мероприятия первого дня государственного визита лидера Катара президент Шавкат Мирзиёев и эмир Тамим Бин Хамат Аль Тани совершили водную прогулку по Международному туристическому центру Самарканда. И еще об одном глубоко символичном событии узбекско-катарского саммита. Сегодня состоялась церемония совместной посадки дерева. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и эмир Катара Шейх Тамим Бин Хамат Аль Тани высадили дерево в парке Самаркандского конгресса центра. Церемония стала символом начала нового этапа в узбекско-катарских многоплановых отношениях и приверженности лидеров к укреплению дружбы между народами наших стран. В завершении мероприятия визита президент Шавкат Мирзиёев и эмир Тамим Бин Хамат Аль Тани тепло попрощались друг с другом. В международном аэропорту Самарканда высокого гостя проводил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. На этом государственный визит эмира Катара в Узбекистан завершился. Субтитры создавал DimaTorzok